ШУТИТЬ И ЗАНИМАТЬ ДЕНЬГИ НУЖНО ВНЕЗАПНО Алло, Елена Юрьевна, простите, я не ошибся, вы недавно приобрели новый участок в районе Равжей, да? Равжах. Смотрите, я представлюсь, я научный сотрудник Института стандартизации Романенков Фёдор Петрович, так удачно совпало, я тоже увлекаюсь фэншуем. Дело в том, что у вас сколько соток на участке? Четырнадцать. Вот, вы биополе замеряли? Нет. Вглубь? Нет. Ну вот видите, а я провёл несколько замеров специальной измерительной техникой с точностью пяти знаков до запятой. Должен вам сообщить приятную новость, это самый благоприятный фэншуй регион на сегодня. Спасибо за приятную. Поэтому хотел бы предложить на базе вашего участка обустроить лабораторию практического фэншуя. Хорошо, я подумаю, перезвоню вам. То есть можно было бы на этом неплохо заработать, понимаете, Елена Юрьевна? Я подумаю, вам перезвоню. Как говорят, хочешь жни, а хочешь куй, в доме должен быть фэншуй. Согласна со мной? Согласна. Просто среди сторонников фэншуя сейчас много фэншулеров, поэтому наша задача открыть людям глаза на истинное китайское учение. Понимаете? Мне нравится. Я надеюсь, вы поддерживаете мое начинание. Мне это нравится, да. Вот. Какие у вас культуры уже посажены на участке? Ой, много. Вы знаете, что если грядки на участке расположить строго по фэншую, то охотники за чужими урожаями на него не пролезут, а гармонично впишутся в ландшафт. То есть, смотрите, пугало на огороде стоит расположить строго по фэншую, и тогда не только не украдут новые урожаи, но еще вернут прошлогодний, отобрав его у соседей. Да-да-да-да-да-да-да-да. Понимаете? Мне это нравится. Если вы испытываете, кстати, неприязнь к соседям, я могу заселить ваш участок фэншуйными дятлами, которые трога по фэншую долбят только в ваше отсутствие. Меня так давно никто не радовал. Ну, видите, у нас с вами будет возможность объединить наши усилия. Мы уже оценили сейчас важность расположения по фэншую, например, коек в сельском вытрезвителе в рожах. По самым последним фэншую прогнозам скоро наступит пятница 19-е. В связи с этим ожидается потепление климата на Земле. Мы планируем провести деноминацию шкалы Цельсия. В рамках праздничного застолья, которое соберет нас по одному богоугодному поводу, время и место встречи изменить нельзя. Ждем вас в хорошем расположении духа при себе, иметь улыбочку на ширине плеч. Спасибо. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин